Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 619. Событие дня. 1 Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, спасёшь себя и слушающих тебя. За 23 августа 2017 года. Событие. Берём только то, что у нас здесь есть. Позавчера тут возле меня свалили тополь. И вчера сказал, никуда не пойдём, пока здесь не наведём порядок. Подарили в прошлом году Андрею Головачу нам бензопилу. Китайского производства. Дарённому коню в зубы не смотрят. Она в три щурки отпилит и заглохла. Перегрелась. И это навсегда такая. Романа другая. И он говорит, ваши 4 тысячи стоят, а моя 18. Вот это всё американское или какая-то. Надо что-то думать сейчас покупать. Такую. А это не годится. За каждым делом обращаться. И есть пила, и нет пила. А вручную тут не напилишься. Всё. Ну и вчера занялись мы шкурить столбой. Надо где-то 25 столбов приготовили. Сергея мы шкурили. Сергей не мог колоть пошаруку сильно. Он отсадил или что не мог до этого. Колол. А Володя и Екита кололи дрова щурки. Перед вечером уже сходил, сказал так и так вот. Ну пришёл Роман и всё остатки допилил. Тут у нас это наше событие. Марина думала пойти к Серафиме, последнее наставление получить. И я был. Но ишь. Не даёт пошевелиться. До того баба наша Серафима Гаврииловна возьми это, возьми это, вот возьми. Ну у нас есть это, ну возьми. А что у неё огородная живность и вся хорошая? Помидоры у меня сладкие. Тут же наложила. Не дай, отказаться абсолютно невозможно. Там она и невозможно как. Сидит руку и держит. Я пойду, она меня хватает. То есть у нас отношения такие хорошие. Ну Господь делает, чтобы не разрушилось ничего. Марина была там много, получила наставление. Вот. Даже сказала баба ей, говорит, чтобы я ещё пришёл к ней, она ещё дополнительно ей даст что-то. А я думаю, надо вместе прийти и записать. Я вчера был, не стал ничего говорить запись о записи. А батюшка возил на маленьком тракторёнке, не знаю даже марка его какая, красненький такой, коричневый. Люби Минаева на одинокое, дрова. И его только что отремонтировали, что-то где-то там прорвало. Я еду, вся дорога залита горючим. Игорь опять расстройство по-новое. Только что разбирали, но тут уж нашей помощи никакой нету. Вот. Это целый день ушёл на это. Целый день. До самого последнего. Тут у нас кололи они. А Коля складывал. Вот так. Ну и наши ресурсы надо посмотреть. Это мой мир. Вот он. Друзья, 4403. Тут наседают разное. Сквернословы всякие, безбоженькие. Ещё нельзя сделать. И вот на видеоканале. Ну видно один, а можно в два-три человека. Но под разным. Они быстро регистрируются. Мерзость просто. И ничего нету. Он видит, что мы, допустим, работаем, колет дрова. И он это поносит. Ничего нет. Просто матерки. Вставляет им. Ну а чтобы не вставлял, что сделает? Да ничего не сделаешь он. Он этим питается. Вот. События дня. Срешно написано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Вот семь уже на мой мир перенесла система. Вот вошла сюда. Дальше. Большой у нас видеоканал 1600 тем. Вот они. Как. Легко искать. Очень легко. Регистрироваться. Все дает. И показывать в Туде канал. Поставил, что тут восемь просмотров. Вот 23. Это впечатление на встрече с баптистами. Не надуманно. Это разные люди. Игорь у него мать баптистка. И поэтому. на садьба малыша романа 46 за 45 минут. Ну, человек. Это нас, при том, это постоянно. Нас так бы никто не нашел. Нас никто не рекламирует. Ничего этого нет. Ну, и во свете Библии наш православный библейский сайт. Как я называл его тяжеловесный. Много здесь и ответов, и книги. Все здесь есть. Абсолютно все. Ну, и вот берешь по темам. Сейчас вот девятый номер. Война. Служба в армии. Берем. Для этого я их отдельно выписал. Вопрос 1210. Четвертый том открытым оком. Это мои книги. Во время войны взрывали православные храмы. Почему Бог это не предотвратил? Ответ. Снявший голову по волосам не плащет. Да я с кафедры отвечаю в университетах. Люди отступили от Бога, и поэтому Бог, желая возвратить отступников, начинает отнимать вожделенное. Ко времени войны в России из 57 тысяч храмов оставалось только 400. Почему же вы не спрашиваете, куда делись остальные? Написавший эту записку случайно не из тех, кто голосует за тех, кто уже успел уничтожить 56 тысяч храмов. Да и что наши храмы в сравнении с тем храмом, который построил Соломон, 3-я царь, 5-я глава. Исследователи находят, что на украшение храма ушло около 2000 тонн золота и около 10 тысяч тонн серебра. Это в несколько раз больше золотого запаса всей Российской Федерации. И однако Господь уничтожил его через Новохадонос 4-я царь, 5-я глава. Храм 2-й Зарававелев, это тот самый, в который пришел наш Господь Иисус Христос. За отвержение Господа этот храм был разрушен полностью. Ответ-то нужно подтвердить. Лука 21-6 Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Эти храмы Бог позволил взорвать как совершенно ненужные, чтобы люди на них не надеялись. Еремея 74 не надеетесь на обманчивые слова здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Когда в Израиле поклонение было еще в Скинии, то вся надежда возлагалась на ковщик, как на чудотворные иконы. И в затруднительном положении он был взят на фронт, как икона Владимирской Божьей Матери. Но никакие мощи, никакие мироточивые иконы и храмы грешнику не помогут. Интересно, я вот сказал, эти слова скажут, а где написано? Это я с кафедры отвечаю. Иоанн 9, 31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 1, Астас 4, 10, 11, 17, 18. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковщик Божий был взят, и два сына, и Илеевы, и Офни Финиес, умерли. И отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. И оба сына, твои Офни и Финиес, умерли. И ковщик Божий взят. Когда упомянуло на ковщике Божьем, Илеев упал в седалище, навзничь, в ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Вот мы далее считаем. Исайя 1, 15. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас, отчим мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полной крови. Вот причина там в чем. Два сына первосвященника, Офни и Финиес, погибают, а ковщик уводится в плен. Вот так и сегодня носятся чудотворными, мироточивыми иконами, наконец погибает хранитель, а икона неизвестна где. А оставшиеся в живых начинают готовить канонизацию Офни и Финиеса. Этим обольщает народ. Значит, их ждет такая же участь. Или еще хуже, полное лишение разума. Бог поразит полным сумасшествием и сенот, и патриарха, если не будет покаяния. Терпение Вот то, что спасает от бедствий, что даст нам умение зло победить. Терпение Охрана от страшных последствий Терпением в канат превращается нить. О, брат мой горячий, ты ревност не ночен, но только любви и смирений лишен. Язык твой неправдой и злобой отточен, пугает своей нетерпимостью он. Кто может утишить и раз при буре, лишь тот, кто умеет молчать и терпеть. Где крото с терпением, там солнце в лазури, там золотом чистым становится медь. Чтоб стать терпеливым, взгляни на смирение того, кто пришел в нас из бездны извлечь, и сразу утихнет твое самомнение, и ласковой станет надменная речь. Пугает сердца ядовитое слово бесчиной порощи других и себя. Господь нас управит в терпении Христова, когда мы живем в своих братьев любя. Испытанный в вере запасся терпением, запас от лучших сокровищ земных. Зачем предаваться вражде словопрением, пример нам терпение и вера святых. От скорби терпения не будем страшиться, когда нас нежданная скорбь посетит. Покажем Христу не унылые лица, а светлой надеждой увенчанный вид. Христос, пострадавший за наши пороки, терпел, уповая на милость отца. Мы помним его дорогие уроки, спасен будет тот, кто терпел до конца. Лишенным терпения Господня Нива покажется скучной, тяжелой и чужой. О, пусть назидает всех страждущих ее, терпением он выиграл с дьяволом бой. Правем терпения для славы и роста, о, пусть не смущает нас злой разговор. Нас гонят, мы терпим, сказал нам апостол, хулят нас, мы молим, для мира мы ссор. Когда ты стремишься к возвышенной цели, терпением и только достигнешь ее. А если лежишь очень долго в постели, сгниет свой фундамент и рухнет жилье. В терпении разум, могущество, сила, терпение выше, чем храбрость вождя. Терпение всех козни врагов победила, по узким тернистым дорогам пройдя. О, друг, не живи лишь минувшим вчерашним, Христос для грядущего был вознесен, Господнее имя могучая башня, кто в ней обитает навеки спасен. Родион Березов. Ну, думаю, на сегодня пока все. бравь. Дай.